Тут дело не даже в непрезидентских выборах, тут навсегда, forever, возможность вот такой крупной победы на тысячах километровой линии фронта, прорывы, взятия, это все закончилось навсегда. Потому что эту реальность увидели западные лидеры воочию и поняли, даже самые пророссийские настроенные люди, как Бернс, не увидели, какой катастрофы это грозит Западу. То есть этого уже не будет никогда. Это очень, это фактор такой достаточно свежий для России с руководством. Ну, собственно, когда это все определилось? В конце апреля. Ну, вот у них недели две на размышления. Ну, вы тоже, наверное, как и я, заглядывайте в их телеграм-каналы, посмотрите краем глаза на их сборище, но там тяжелое настроение, тяжелое настроение. И вот в этом связи, вы знаете, хочу даже просто посоветоваться с вами, интересно, как ваша точка зрения. Вот с этим самым, с государственной изменой Тимура Иванова и, соответственно, Шойгу. Ну, много гипотез там, но слушайте, там всем же ясно было, что все это было не только известно тому же лично Путина, все это им было создано, абсолютно коррумпированный министр обороны, ненавидимый военными. Самый страшный сценарий для Путина был военный профессионал министр обороны, пользуясь доверием военных, это стопроцентный военный заговор. Вся эта система этого воровства, Шойгу, подчерялась Путиным. Ну, все он знал про Тимура Иванова, вдруг вот такое разоблачение. Вот так, поупровнявшись в разных гипотезах, там какие-то конкуренты, какие там черты конкуренты, все это контроль лично Путина, лично им было принято решение по тотальной дискредитации руководства Министерства обороны. Вот некий комментатор, я вот начинаю задуматься над этой точкой зрения, видит как первую реакцию на те новые принципиальные события. Ведь произошли события, которые вы перечислили, которые справедливо, справедливо меняют перспективу там ближайших месяцев и не исключают, не исключают возможность серьезной неудачи российских вооруженных сил в ближайшее время. Ну, мы же видим, давайте так еще раз просто напомним о любимый тезис о характере таком двухкамерной формуле российско-украинской войны. С одной стороны, это громадная линия фронта, где, как еще несколько лет назад, или, по-моему, давно уже это было, в эпохе, генерал Заужный назвал патовой ситуацией, война на неистощение, по примеру Первой мировой войны, в которой стратегически прибудочно обладает Россия. Ну, большая мобилизационная масса, меньшая цена сельской жизни, развитая ВПК и так далее. Но есть другая часть в этой войне, то, что Клаузинс называет цен тяжести войны. Крымский полуостров – абсолютно уязвимое место российской военной машины, где, смотрите, голыми руками практически, не обладая ни флотом, ни авиацией, Украина выкинула Черноморский флот оттуда, ежедневно, ежедневно атакует Крымский полот. Вот сейчас, кстати, я уточню, я не знаю, вы разбираетесь в этих, в эксплозив, уточняют, что взрыв мощностью 15 тонн ТНТ. Наверное, это очень большой какой-то взрыв, эксперты поймут. Масса сообщений, честно говоря. Но то, что Крымский, то, что сейчас, когда есть это, видимо, есть часть самолетов, но о самолетах мы сейчас поговорим подробно, по-моему, это лежит в центре доктрины Макрона, есть и самолеты, которые эффективно используют те же сообщения. Я думаю, что задача ликвидации Крымского моста, она просто на повестке дня. Так вот, в этой ситуации Путин, как игрок, рассчитывающий разные варианты, должен отложиться и на серьезную неудачу. И надо подготовить виновных. Вот если там завтра или через неделю Крымский мост будет взорван, то виновными назовут, конечно, вот Шойгу, который вместе с Тимуром Вановым прорвел. А кстати, кстати, наш старый друг Ходоренов недавно отметился. Он сказал, да, да, и с Том Шейдом, и это, конечно, они еще бьют. И какие же идиоты наши руководители военных Крыму, которые не построили ангаров на самолете. Ведь они же сейчас расстреливают незащищенные аэродромы. Наши незащищенные аэродромы. Один снаряд там, там кассетные снаряды, один выстрел может уничтожить там десятки вертолетов. По-моему, идет такая вот вся эта шумиха вокруг прорвала военных, узнали они много. Это подготовка назначения виновных за некую крупную военную неудачу, которая сейчас, да вообще сейчас в перспективе ближайших месяцев скорее крупные военные неудачи, чем прорывы фронта и прочее. Нет, все успехи российской армии закончились. Ситуацию довели до предела. И этот предел ужаснул. Ужаснул даже, вот пример Бернс, очень показательный, даже таких пророссийских людей для администрации. И он ужаснул Европу, которой Макрон каждый день говорит о вооруженных силах. Еще раз повторю, это совершенно не случайно. Вот он не ввел, еще не послал ни одного самолета, но уже на него эффект его инициативы был очень большой. И в Соединенных Штатах, конечно, вот эта Макроновская претензия на роль лидера свободного мира, она задела за живое остатки глубинного государства, тех же регионов, скажем так, в первую очередь. И вот его жесткий ответ на ядерный шантаж. Кстати, под влиянием всяких сарабьевских эфиров у многих такое... Ну, что такое Франция? Когда она на ядерной державы, там несколько ракет, а у нас там Посейдоны, Хридоны, там Сарматы, Хриматы. Ну, сообщаю официальные сведения. В Франции 387 стратегических боеголовок, стратегических ядерных уже в России по пока еще формально, де-факто действующему договору СНВ с американцами на боевом дежурстве, разбором, что-то, я не знаю, по-моему, 600 или 800. Ну, то есть абсолютно сопоставим. Говорит-то не о чем, не о чем, понимаете? Ну, говорят, в складах там еще несколько тысяч. Так, понимаете, в ядерной войне она не будет складами. В ядерной войне все будет решать первые 10 боеголовок, которые уничтожат политическое руководство, столицу и все. Эти хвосты 600 и 300, они никому не нужны. Они нужны только для шантажа, который Путин использовал. Ответ Макрона был очень. Он просто за два серединичных удара получил Путин. Ну, знающие люди в генеральном штабе прошли эти сигналы, что, во-первых, на конвенциональном уровне все, никаких продвижений на линии фронта за счет больше человеческого мяса не будет. Это не допустит Америка. А вот Франция готова будет поставить... Я уверен, что Франция поставит... Вся риторика Макрона подводит к одному. Когда он говорит, мы поставим вооруженные силы... Ну, да, конечно, он принял участие в этой кампании тревоги по поводу прорыва фронта, что если прорвется фронт, мы поставим... Ну, теперь фронт не прорвется, ему не надо ставить пехотные дивизии, чтобы заменять украинские на линии сопротивления. Тем более нет подготовленных делений. У него есть самолеты, ракеты, все это вооружение, которое поставит украинская армия. И не зря он говорил, что я уже поставил. Понимаете, вот одна из самых... Самая, пожалуй, сейчас уязвимая для нас красная линия – это дурацкое представление о том, что за штурвалами западных самолетов в Украине должны сидеть только украинские летчики. Это резко ограничено. Ну, по всему уважению к крымским летчикам, мы же видим, что это не так просто их подготовка. Два года уже готовится. Ну, максимум, может быть, 40-60 летчиков. 100 летчиков, а еще 100 самолетов, а еще лучше 200. Они решат вообще... Вот крымскую часть войны решат, ну... Я не хочу сказать «в дни», «в недели». Французы... Ведь нужно посылать не отдельно каких-то летчиков, только-только подготовленных, а сложные авиационные подразделения французских «Миражей», британских тайфунов, шведских «Риппенов». Кстати, недавно... Три недели назад в Румынию прилетела эскадрилья британских тайфунов. Да, и, кстати, с аэродромами. Вот мне вчера, я говорил с украинцами, мне объясняли, что... Да, есть и самолеты, да, уже... Но основная проблема сейчас ангара. Как их сохранять на украинских... Да не надо их на украинских аэродромах. Они должны взлетать с аэродромов в Финляндии, Румынии и Польше. И я думаю, что это тоже логически вытекает из доктрины. Да, будут бить, будут русские бить по этим... Ну и что? Долго они не пробьют. Вообще, есть поразительные для русского уха цифры. На складах НАТО находится 6 тысяч самолетов F-16. Да, да, да. А это только F-16. А F-35, а французские уже там миражи, тайфуны, торнадо и так далее. Ну, авиация в случае ввода самолетов в западных странах с указанных аэродромов... Ну, Россия... А у русских сейчас 100 самолетов осталось. Вы в Киеве общаетесь, украинцы это знают. То есть русская авиация просуществует несколько дней. Это ввод самолетов западных. Да что вообще с этим... Ну, если надо, пусть дадут какие-то паспорта, что угодно. А лучше вообще не заморачиваться. А Макрон сказал, пацан сказал, пацан сделал. Прилетели эскадрильи, миражи и тайфуны и так далее. Во-первых, это решает вопрос... Но флоризон создается автоматически. Уже каждый F-16, я говорю, уже более современных самолетов, это летающая крепость против воздушной обороны. Это решает вопрос Крымского моста в течение нескольких дней. Ну, о чем говорить? Я вот сейчас задумываюсь, я всегда говорю, что полная ликвидация российской группировки в Крыму, она решит исход войны. Не только военный, но политический и психологический удар по Путинскому... А сейчас я склоняюсь к мысли, что еще не дожидались полной ликвидации. Просто абсолютная ликвидация Крымского моста, эта акция, одна эта акция сможет привести к падению политической системы. То есть вот эти последние события, наконец, твердая решимость Соединенных Штатов, возникновение двух партийных конгрессий по украински и калитетам в Соединенных Штатах и воссоздание новой антанты французами и британцами, создали очень здоровую, очень перспективную атмосферу конкуренции Франции и Соединенных Штатов и за подлинное лидерство в свободном мире. А подлинный лидер должен внести наибольший вклад, как справедливо высказался, если Макрон, поражение Российской Федерации. Есть тупик, да, на линии фронта тупик. Вот в этой первой войне, а во второй войне за Крымский полуостров развертывается, прослеживается и психологическое, и политическое, и военно-стратегическое превосходство Украины. Так что, а что касается конференции в Швейцарии, только она тоже будет, атмосфера на ней будет складываться под влиянием текущих событий. Вот тот поворот в настроениях Соединенных Штатов и Европы, он, безусловно, скажется, в том числе и на позиции Китая. А если эта конференция через месяц примерно, да, а если за этот месяц эта новая атмосфера в США и Европе выльется в какие-то серьезные успехи на фронте, ну, прежде всего, вот в уничтожении того же Крымского воста, это вообще, вы знаете, если так совсем гробо сказать, то результат этой конференции зависит от позиции Китая на нем. Да тот факт, что Китай туда поедет, это уже как бы сдача российской позиции. Вот очень интересный был визит, визит Блинкина в Киев, извините, в Пекине, который, на мой взгляд, провалился в силу недостаточной тонкости Блинкина. Вот мой старый знакомый Генри Киссиджер, он, к сожалению, не дожил до тысячи одного года рождения. Вот он бы... Ведь Китай понял, что его ставка на то, что или, значит, Путин победит Украину, или Иран победит Израиль, и это будет моральным уничтожением Соединенных Штатов, после чего он будет голыми руками взять в Тайвань, он провалился. Он провалился и с громадными экономическими потерями на Соединенных Штатов. Ведь за это, за шанс ухватить Китай, ухватить Тайвань после позорного поражения Соединенных Штатов в Украине или на Ближнем Востоке, СИЗО платил очень дорогую цену. Нарушились поток американских инвестиций, американские технологии, которые чудо сотворили в Китае. Ну вот, слушайте, последний... Китай же, во-первых, полтора миллиарда населения вышли из нищеты, потом он приблизился технологически Соединенным Штатам, путем там в рабство, заимствия, ничего угодно, гораздо ближе, чем в свое время к Советскому Союзу. Вот события вчерашнего дня, еще инерции вот этих успехов, плодов китайско-американского сотрудничества, китайцы запустили ракету, и я, кстати, сочувствую, желаю успеха, принести почву, опросить почву с обратной стороны Луны. Это будет на фоне вот советских, российских провалов последних. Так вот, и КСИ, элита китайская, начинает принимать машину вопроса. Вот ты нас заставил, блядь, плюньте на Лен-Сиапина, изберите меня, значит, на третий срок, я вам привезу Тайвань. Где Тайвань, и где наша система экономического сотрудничества с Северным Штаном, которая принесла нам все эти плоды. Вот и китайские публикации последние, как бы неофициальные, но вот нашумевшая статья в «Экономис» крупнейшего китайского русиста, профессора Пекинского университета, о том, что Украина обязательно выиграет эту войну, и вой просто, вой в российских телеграммах по адресу китайцев. Все это связывается о том, что Китай готовится соскочить. Ну вот интересное такое совпадение формулировок, я заметил, когда Блинкин туда поехал, а он поехал за этим, убедить китайцев вообще. Да, ну и реальные шаги там, они закрыли платежи через китайские банки, сокращают вот эти, реагируют на возможности вторичных санкций. Ну, поехал Блинкин, чтобы они додавали до конца эту линию. Я тогда сказал, что китайцы ждут очень серьезного предложения. И вот есть такой массовый, китайцы известны, мы ему одно время посвятили ему, он тогда проболтался, была такая установка, надеясь проболтался, что этот ковид выскочил из китайской лаборатории. На следующий день там китайцы устроили выводочку Путина, и они вырезали эту программу, и все. У нас даже сохранилось. Да, видел. На нашем архиве. Он лучший китайец, конечно, российский сейчас. Так он сказал моими словами, Жень. Такие китайцы ждали очень серьезного предложения. Очень серьезное предложение привез им Киссинджер в 62-м году. Слушайте, ребята, нахер вам эти северные варвары? Давайте вот вместе с вами покончим. Блинкин неправильно себя повез с китайцами. Вот он, помните, еще находясь в Пекине, он такой гордо отставил заднюю ножку, и сказал, я вот китайцев потребовал немедленно, а если нет, то мы сами. Но китайцы не любят такой подход. Он неконструктивный. Да и надо было по-другому, ребята. Надо не негатив, надо позитивную платформу им предлагать. Ребята, ну что вы связались с этой швалью? Они все равно уже все проиграли. Давайте сейчас не будем о сегодняшнем грозном. Подумаем о серьезном мире после этой войны, в которой Россия явно потерпит поражение. Мы, скажем, не надо даже этих слов произносить. Можно просто подмигнуть, что мы с пониманием отнесемся к распространению вашей зоны влияния экономического и политического на, во-первых, на все территории, которые принадлежали Китаю до этих варварских договоров в середине XIX века, а так и на всю Сибирь. Будем продолжать наше конструктивное сотрудничество. Вот я поздравляю вас с замечательной лунной программой. Там, кстати, видите, 90% всей технологии американские. Давайте говорить о серьезных и приятных вещах. Вот такой подход нужен был. И все равно рано или поздно он будет. Китайцы и массово сделали тот же вывод. Китайцы ждут очень серьезного предложения. И оно от американцев последует, они его примут. Ничего их, никаких связей с северными варварами их ничего не связывает. Они помнят и позицию России во время боксерского восстания. Самые жестокие расправы с казаками проводили. Они помнят, как Хрущев кинул со всей программы промышленности, отказал о помощи ягодной бомбы, как они с Брежним воевали. Впервые на них применил систему ГРАД тщательно ничего их не связывает. Они просто вот они немножко решили опередить с Тайваном то Россию. Вот товарищ Россия поправит. Я думаю, что как раз вот Китай вот этот путь в указанном мной товарищу массовом направлении за оставшийся месяц до конфиденции мира в Швейцарии проделает.